Нет, я не планирую спать в прямом эфире. Да. Маловато собрали, так ещё не конец, ребята. Все самые крупнейшие донаты будут приходить под конец ивента. В самом последнем Mario... PG... Нет, не RPG. Да, по-моему, Mario RPG. Трёхчасовой ран. Блин. Трёхчасовой. Нет, меня зовут не Кирилл. Кирилл зовут... White Light, да. Меня зовут Александр. О, настройка пошла. Пошло, да? Mark of the Ninja... Пластический, скажем так, стелс-платформер. Довольно забавная игра. Спасибо, ребят. Спасибо. А, и что, White Light, живи. Блин, я проснулся, у меня полдвенадцатого мне норм. Да, нормально. Айзек, это я Айзек вообще не играю, на самом деле. О, у нас кажется... Стримлю Айзека довольно часто, ребят. Да. Я Вирек, и я joined by Grameleos, who is my backup couch. Да, прохождение будет... По поводу Айзека всё... ...quite light. Да. Прохождение будет на контроллере Xbox 360, как вы видите. Вообще, многие платформеры, кроме Айвана Бея, игр спидеряют именно на геймпаде сниклибокса. То есть, так получилось, что он довольно удобен в этих всех... ...сучках... ...сучках. Менял я, экран поменял. Как часто я стримлю? Я... ...не часто стримлю, но я попытаюсь теперь почаще стримить, потому что я уже давно планировал вернуться в спидраны. Думаю, третьего. Хорошо, за пользу он спидранит. Он обещал спидранить Раймона. Да. Мы ждём. Но он... ...как он говорил, он просто по фану. Какие-то спасибо, ребята, за фоллоу. Спасибо, спасибо. После марафона я надеюсь устроить тоже там парочку спидранов. Так, ну, я в эту игру играл. Я не знаю, будут ли такие жесткие скипы использоваться и так далее. Нет, это ООБ. Но ООБ. То есть, просто... ООБ. Да, хорошее прохождение. Просто чистый скил. Да. Да, кстати. Немножко похож. Да, как видите, здесь есть некоторая механика издаваемого шума. Это вот белая волна. Это шум, который издает Марк, который в ниндзе. Вот, вайтлайт в чате засветился, можете его там запловерить. А вот мой ключ. Просто нажмите на ник, там кнопочка фоллоу. Да. Приходите, я всем рад. Да, и фоллоуич это не был VR, и там, ребят, не рассчитывайте, что вот по таким играм будет ставиться VR. Сейчас там, в принципе, пошли такие блоки, на которых я бы не сказал, что VR вообще, в принципе, возможны. О, и кстати, я вам тут немножко сполерну. На Супер Марио Брос 3 обещал прийти наш русский коллега-спидранер Аутсайд Луц, который сам держит, по-моему, четвертое место по Марио Брос 3 и держит два VR по черному плащу, приходите и волокитесь на него, хайпуйте, поддерживайте. Вообще будет круто. Сколько еще сидеть буду? Ну, наверное, пока кто-нибудь не проснется и заменит меня, а потом я домой, спать и в чатик к вам сидеть. Да, у меня примерно такая же ситуация, я жду свои замены. Ладно. VR это World Record, что значит мировой рекорд. Да. Спидраны по серии Аркхем, есть тоже русский спидранер, который спидранит всю сетку серии Аркхем, я, к сожалению, не помню его ника, но вы найдете у нас спидран.ком. Когда спидран Гульмана? Я не знаю, какой регул, когда ты за спидранишь Гульмана? Ну, когда-нибудь, когда там Гульман, например, есть виснет. Нет, ты немножко перепутал. VR это Virtual Reality, а WR это мировой рекорд. Да. Да, буду один из вас, буду пуржить неверных. Но у нас пока чатик адекватный, за что им, блин, большое, огромное спасибо. Да, вообще, сегодня утром очень дружелюбно, и я очень рад этому. Обычно мне говорили, что у меня они смешные шутки и так далее. А я чувствую себя Пойзоном. Ну, у нас, что можно сказать по спидрану, VR просто идеально проходит каждый уровень, в жизни не совсем идеально, очень много ресетов, потому что игру нужно пройти и именно по стелсу, и приходится рассадить чуть ли не каждый уровень. Вот, наконец-то у него удалось удалить кто противника. Давай, доброго утра тебе, Гуранга, или вечера. Где-то там. На этих спидранках, интервью The Gungeon или Binding of Isaac, будут расписание, можно посмотреть. Нет, не будет ни Ганжуна, ни Айзека. Айзек был на прошлом из ГДК. И вообще, на правах рекламы, я советую вам подписаться на такого спидранера, как Death, наш русский спидранер, который держит там чуть ли не все рекорды Айзека вообще. Он заходит к нам в чат, подписывайтесь, да? Классный чувак. Он был у нас на передаче «Научи местный бай», рассказывал все тонкости спидрана Айзека. Можете подходить, заходить туда, смотреть, пожалуйста. Мы только за. Так, еще раз, что я хочу сказать. Маракаратма, ты вообще 8.40, ты еще в чате. Это вот что я хотел сказать. Она выспалась. Ага, почему нет Марковдзо Нинджи на спидранком? Марковдзо Нинджи есть на спидранком, но там пояс немножко криво работает. Лучше в гугле вбивайте спидранком и название игры. Просто вот во время первого дня ГДК спидранком обновился, и далеко не в лучшую сторону. Прям совсем далеко не в лучшую. К сожалению, про сюжет вам рассказать вряд ли что смогу. Извините уж. Так же как и про гличи, наверное. Но как он проскочил через лазер? Я думаю, там он подцепился прямо вот, там штука была такая, прямо перед лазером, и мне кажется, там хитбоксы. Вот, когда ты прямо перед лазером, у тебя они косячатся, потому что ты входишь в анимацию какую-либо, и за счет этого ты проскакиваешь. Ну да, скорее всего так. Так, вчера они сказали, гейли, поизон. Нет. Это был неплохой рейд на его страничку. Ну, кстати, я пользовался этим лайфхаком, и счет не помогало, Мара. Не помогало. Интересно, я немножко не понимаю, о чем ты. Ты обращаешься к Бетсу, или что вообще? Вот, к сожалению, про Бетса рассказать ничего не могу. Но, учитывая то, насколько был баганный последний Аркхем, то я думаю, там какие-то баги используются. Бэтмен, ё-моё. Да. У меня есть подозрение, вот чисто так, глядя на саму игру, на ее физику и прочее, скорее всего, там есть какие-то выходы ОБ. Потому что вот там есть к этому некоторые предпосылки точно. Это я вам как спидранер говорю. Есть педраны по настольным играм, которые вот есть на приставках, там на компе и прочее. Ого, ребят, вы чего, плюс девятнадцать фолверов встал. Я даже такого не ожидал. Так, да, мы можем попробовать попереводить, но на самом деле здесь используются в основном трики игры. Серьезно, ко мне набежало больше сорока фолловеров. Ребята, просто, просто огромное спасибо. Серьезно, вы крутые. Так, извините, ребят, мы ничего не знаем по Маркову Та Нинджа. Это вообще не значит. Да, нам должен был сменить тир Аллигатор, но он, к сожалению, приболел. И поэтому вот, извините, мы правда не готовились. Так, и судя по категории рана, это новая игра без ООБ, гличей. В Бейке я не знаю, что такое, но, как я понял, здесь используется максимум скилловый... Максимум скилловый перформанс, так сказать. Да, здесь вся суть, в принципе, любого платформера, это заучить расстановку врагов, чтобы сделать буквально пиксель-перфект прыжки. А в данном случае здесь еще не нужно поднимать панику. Как мы на жизнь зарабатываем? Никак. Ну вот у врагов есть вижен коун, он... отображается через вот эту вот синюю штуку перед их лицом. Это... Можете представить, как будто это Метал Гир. Ну, кстати, да, конусы, они очень похожи на Метал Гировские. Вот. И в основном это очень сильный их абуз. И абуз также анимацией, как тогда было с Лайзером. И другие такие штуки. Ран Принца Ферсии был на прошлом СГДК. Посмотрите, был просто топовый ран. Вы не представляете, сколько там вот силовых вещей. Да, доброе утро с тем, кто подходит. Привет, ребята. Привет. Привет. И наушники. Да, фиг их знает. В основном сюда люди приходят со своими девайсами. На каждом дне следишь. И да, на марафоне принято приходиться со своими ставками. ПК, конечно, один, а вот девайсы к ПК тоже пришли к своему. Ну, логопедист. Разные люди по-разному. Кому-то мешает, кто-то может отвлекаться и говорить. Да, утро доброе. Фолыч только что закончился. Четвертый. Да, и там, ребята, прошу заметить перестановки в расписании. Довольно критичные. Там переехал Марио. И ТАСС Блок переехал. И, то есть, следите за расписанием на официальном сайте. Оно у нас забито вон в команду расписания. Ну, я бы не сказал, что Дизонор это топовый стелс. Он хорош в плане игры, но да, там стелс... Там более аркадный стелс, например, по сравнению со Сплитерселом или МГС. Вор в воре, кстати, хорошая система стелса. Вот последний вор, он более Дизонор русский. Ну да, а первый, у меня друг очень любит их. Да, стримы сохраняются, повторяю еще раз, на миллионный раз, наверное. Все записи всех игр будут на нашем Ютуб-канале. Заходите, ссылка под расписанием. Если вам влом ждать, пока ждать все выложится, можете смотреть предыдущие трансляции. Там все есть, ребята. Все. Вы видите, не ставите ссылки на все наши ресурсы. ВК, Твиттер, Ютуб. Даже есть сайт, который пока в разработке. Ну и тем временем, довольно давно уже не было фейлов. Не было очень долго рестартов. Только что же был. Нет, не было. Не пали. Не, ну, это Mark of the Ninja, здесь, если тебя видят один раз, то тут нужно с чекпоинта начинать, так что это нормально. Приболел, шмыгаешь. Да, я давно болею. Чуть ли не всегда. Сзади мужичок, он его друг, скорее всего, сокомментатор. Помогает ему комментировать игру. Он, наверное, там какие-то моменты выписал. И записывает их, и обсуждает. Рассуждает о них. Говорят, что жалко, что нас такое не проводит в Москве. Но открою некоторые секреты. У нас, нашего комьюнити спидранеров, вообще есть такая задача сделать такой же ивент для SMG комьюнити всего. Но, к сожалению, требует огромнейших ресурсов, время затрат и прочего. Так что когда-нибудь мы это точно сделаем. Когда-нибудь. Спасибо, Кира. Кира, 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 не знаю даже, как считать. Нет, у меня нет группы в ВК. Я неизвестный стример. Меня можете найти просто в ВК. А еще можете подписаться на ВК Голландсклита, чтобы не пропустить ни один ивент. Там... Там у нас анонсы новых сенпаев будут скоро. Правда, после SGDQ не будет сенпаев некоторое время, потому что будет ESA. Нет, по-моему, обещал Сэрвус. Да я бы... Я бы тоже сразу все сделал, бы Квейк. Я вообще хотел успеть до ГДК, но... Получилось, что я не взяли. Потому что у меня прям как раз, как раз свежий ранок спьюр был. Ух, я его очень хотел показать. Как найти ВК? Вот здесь вот наша группа. Пожалуйста, все. Я свой ВК не палю, но там меня уже в группе задеанонили миллиард раз. Плоу-3 и 4 были. Да. Уже блок Бетезда прошел. Сейчас будет Mark of the Ninja, следующий кип-то Снеградансер, а потом будет сетап блок. Там будет подготовка к следующему виду игранов, который начнет с Трайна. О боже, как я хочу, чтобы меня до Трайна подменили, а? Давайте посмотрим, как это работает. Хорошо. Это Келли, большой, тяжелый боди-гард, и он автоматически подменился в Трайна. Поэтому я буду очень виноват, как я его ввел в этом, чтобы сетап его. Поэтому я точно никак не могу узнать. Да. Это все. И вы можете видеть, что без шуток, то есть такие, условно говоря, казуальные сетап блок, которые особо не требуют каких-то времен затрат, силовложений и прочего. Просто нужно поискать игру. Какой будет Трайна? Третий сетап блок, это, скажем так, условно говоря, перерыв, который подготавливают различные консоли, девайсы и прочее. То есть, допустим, у нас был пару дней назад ПК-блок, после него были некоторые консольные игры, и вот между этим ПК-блоком и консольными играми был сетап блок, и меняли консоль, настраивали ее, выводили нормально стрим, меняли лейауты и прочее такое. Честно, значит, Трайна будет. Так, я сенсор немножко вылезла. Ну, я так понимаю, три человека. Да, три человека будет, ребят, это кооп-спидран. Должно быть, в принципе, много рофлов, когда такая компания собирается. Да, кстати, иногда бывает, что на сетап блоке есть некоторый донейшн гол, который, скажем так, призывает еще одну игру с спидраном. На прошлом сетап блоке это был ультимейт Doom. Вопрос комментатора, как вы пришли к спидранам? Я увидел Half-Life 2, два хмов. Все. Если вы не смотрели, то посмотрите, это великолепный ран на новом движке после 2007 года. Он просто шикарный. А я пришел к спидранам, так, на IGDQ, на который меня прям затолкал Кир Лим, сказал, сиди, смотри. Я просто, я увидел ран Half-Life 2 от нового арката, и просто я настолько сильно вдохновился, что, ух, это был просто великолепный ран. Сейчас напишу в чат. Прям в гугле так вбиваете и смотрите, там зрелище, это просто чуть меньше полтора часа. Да, ну вообще с пидраной Half-Life 2 это довольно долго. Ну долго, но классно, кроме нового Данквикер. Да, он там довольно скучноватый, я считаю, потому что там в основном используется ООБ. Ну да, там, по-моему, 40 минут, сапчас был. Ну да, там сапчас, там сап50 даже. Это все транслировалось на Golden Splitting, но, точнее, был хост, стоя в свое дело, и было довольно великолепно. Когда вроде бы игра вышла так давно, уже вроде бы вы нашли все баги, величие и прочее, но нет. Появился абсолютно новый ранд. Не то, что прям абсолютно, но прям, только дополненный, что, ух. И, кстати, ночью будет таз-блок, ребята, и я прям тех агитирую, идите поспите сейчас, чтобы попасть на таз-блок и не уснуть там. Потому что там будет такое твориться. Вы просто посмотрите таких вещей, которые нигде больше не видите. И есть, кто не знает таз, это Tool Assistant Speed Run. Это, условно говоря, компьютер проходит игры за вас. Просто видите то, что не способен сделать человек. Три, это отличное номер. Пока на основном стриме зачитываю донаты. Никаких особо донатов пока не приходит. У вас такие обычные. Спасибо, что вы делаете. Вы крутые. Жать вас на задухе. Да, но таз будет ночью, по-моему, с этой ночью. То есть, сегодня мы, по-моему, с завтрашним. На самом деле, юморных спидранов на этом ГДК хватало. Могат Джек и Декстер, но учтите, что ран длится больше двух часов. Но раннер, да. Раннер там семьялся и слился прям как мог. Потому что раннер там по себе довольно скучно. А, завтра ночью. Ой, извините, ребята. Извините, извините. За дезинформацию. Одну секунду, я вас покинул. Такс, у нас почти 530 тысяч долларов. Ну, кстати, да. За сегодняшнее утро прям прорыв в донатах. Потому что еще до начала тест-блока было 400 с лишним тысяч. 998, по-моему. Мне кажется, или на Трайлс уже было? А, нет. Нет, нет. На тест-блоке уже добили 500 тысяч. Да. Да, да. Там был хайп по 500 тысяч. Что можно купить на 530 тысяч долларов? Можно купить оборудование для медиков, которые будут исследовать... Помогать людям? Да. Исследовать болезни, попытаться найти для них лечение. Есть игры типа Осу. Да, на прошлом Агодлика зимним была степмания. Всем очень-очень советую посмотреть. Это был не спидран, это был шелкейс. Но это было прям, ух, крышесносно. Столаст просто великолепен. Да. Так. У нас пока еще не все записи на ютуб-канале. Пока не все. Они активно выкладываются. Уже первые, по-моему, два или три дня выложены. Сейчас все будет, ребята. ВК я забит вот под этим именем. И тем временем у нас уже прошло половина спидрана. Чему я дико рад. Ух. Блин. Надеюсь, ребята проснутся к тому времени, плиз. Ребятки. Нет, давай я все-таки сделаю так. Мы докомментируем или дообщаемся с чатиком Mark of the Ninja, и я пойду всех будить. Хорошо. Ну, как бы на криптов некорденсере, наверное, еще, в принципе, можно остаться, но после сетап-блока я очень советовал нас бы сменить. Да, я вот криптов некорденсере оба тоже посмотрел. Это как бы псевдо-ритм-игра. Я давно был ей заинтересован. Спрашиваю, за сколько часов уйдут медикам эти деньги. Это все делается после АГДК. АГДК, насколько я понимаю. Но в эти детали нас не посвящают, конечно. Но поверьте, как бы. Все довольно быстро происходит. Ютуб-канал, ссылка под описанием, господа. Да, таз-блок. Завтра ночью в час по МСК. Ребята, вы должны это видеть серьезно. Высыпайтесь как можете. Там где-то... Там заявленный из тиммейт был час, но я очень надеюсь, что он изменился в большую сторону. Эх, черт, там 50 минут тасса, но, блин, ребят, это просто супер будет. Ритм-рогалик? Ну, из геймплея все, что я видел, это там нужно просто... Сколько? Раз. 110. Там 110 БПМ где-то, даже поменьше. И вот в каждой... Ударом нужно нажимать на движение, на действие. Ну да, это по факту ритм-рогалик. Можно и так называть. Да, зимний тасс был топич, и я надеюсь, что в этом году его просто переплюнут. Потому что... Когда... Забили чат твича в игру, который в реальном времени отображал, что было написано, вот это было просто шикарно. Спасибо, Кирио. Мы очень рады, что мы тебе так нравимся. Да, спасибо. Такие слова подогревают нас делать еще больше. Тасс-блок. Тасс это Tool Assistant Speedrun. Это специальные программы, специальный софт, который проходит игру за вас. То есть, есть специальные люди, которые этим занимаются. Они программируют этих ботов, которые способны вытворять такие вещи, что просто поражают воображение. Категория, это пройти игру. Категория. Просто beat the game. А не когда-нибудь все. Прохождение вслепую, в смысле, если с повязкой, то были уже два. Был Tetris Sakura Mod, Tetris Grandmaster 3 Sakura Mod, и Castlevania Symphony of the Night. Castlevania. 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 Local Meme. Symphony of the Night. Каспер посмотрит эту запись, и этот факт умрет. Мы произносим слово, Каспер Войне. Вообще, правильно произношло. Окей. Тасс это ИИ. Ну, это, условно говоря, запрограммированное прохождение. Это набор скриптов. Семья, машины, пазлы, эм, педраны, кушение бутербродов и кладжение кошек. Учение в жизни, изучение языков, поспать. Нет, я на самом деле не люблю спать. Люблю не высыпаться. А потом поспать. Хорошенько. Спидран. Ставь тогда неизвестный ВР. Потому что такие случаи же бывали, что сюда подают некоторые категории, которых нету нигде. Ну, просто так по пану. ВК пока только три человека добавил. ВК, ажиотаж, которые мы используем кидают, ну, я обычно друзей не добавляю. В основном в друзьях те люди, с которыми я общаюсь в реал лайфе или вообще. А так, это неважно. Подписывайтесь просто на группу, ребят. Там вы найдете на всех, вообще всех. Там можете где-нибудь написать. Там у меня написаны ссылки всякие разные в знакомстве. У меня там ссылка на YouTube канал, на Twitch, немножко обо мне и так далее. Нет, скайп нельзя сейчас. Где-то с блога глянуть, ребята, все на YouTube. Все там. Да, спрашивают. Спидран есть. По всему, ребят. Вообще по всему. Я даже сделал спешил копипаста. Вот, пожалуйста, вам. Две полезные ссылочки для вас. Самый крутой спидранер в мире нет такого понятия. Потому что игр там сотни тысяч и определить, кто в спидране круче, невозможно никак. Тоби уже и есть такой. 34.7. Да. Оно самое. И тем временем V-Rack вроде довольно неплохо идет. Как говорится, не зря он начал спирать эту игру. А нет, все-таки рестарт. Да, не все так гладко, как хотелось бы. Ну, кажется, рестарт я только с чекпоинтов. Ну да. Но все равно. Совсем уже безысходное. И да, никто не ожидал от него V-R. Это, конечно, на таких ивентах V-R делаются нечасто. И только в основном по тем играм, которые ранят очень мало человек. Но я думаю, что еще я ожидал на экране, да? Я думаю, что ты получил первую спидране два раза после тренировки. Я. Я провел долго время практиковать на экране. Ребята, стать лучшим спидранером на планете, в моем понимании это иметь V-R по всем играм, а такое физически невозможно. Вообще никак. Даже если у вас не будет ничего другого, кроме спидранов, вы не сможете поставить V-R вообще по всем играм. Потому что, чтобы побить V-R, на некоторые игры уходят реально годы. Можете посмотреть V-R Дума первого. Там V-R, если не ошибаюсь, держится уже 7 или 9 лет, если не больше. Допустим, Марио, Super Mario Brothers, по-моему, первое, или Super Mario World, я, к сожалению, не помню, где точно, самый классический Марио, там V-R, он практически недостижим. Даже Таз Бот не может его побить в принципе. Там есть задел буквально на один или два кадра победы и все. Это максимум, что можно выжить из этой игры. Это прям... Я даже не представляю, как это можно сделать. Как я отношусь с пидраном первой-второй части StarCraft? Что это? Что это за реклама? Эм... Я никогда не смотрел спидраны по... StarCraft, но я очень уважаю эту игру. Я считаю, это одна из немногих игр, которая в наше время требует настоящего скилла. Говорят, у кого больше рекордов, тот и круче. Нет, нет, ребят. Потому что как можно просто сделать? Брать игры, в которые никто не играет, штук 100, просто пройти их, не спидраня, а просто с таймером выложить их на спидран.com и у вас будет 100 первых мест, но, ребят, вы не будете крутым спидранером, поверьте. вообще лучший спидранер это понятие такое растяжемое, ты можешь просто заучиться в теории, заучить все раны, заранее будешь ты везде первый мировой рекорд. да, тебя вот спросят, типа, а ты знаешь, как можно еще другими путями обойти, ты скажешь нет. Ну и че? Я считаю, что хороший спидранер, он вполне понимает свою игру, он знает, о чем говорит, о чем он делает, историю игры и так далее. Все остальное. Far Cry 4 спидран это мем, не спидран. any% он скучный. Да, 20 минут что ли, типа того. Ну да, там просто сидишь на одном месте 20 минут. Да, приезжаешь к фейган-мину и сидишь, все. Включил, пошел покушать, вернулся. Все. CS и Dota тоже спидранят, лол, спидранят, хоть все спидранят, ребята, вообще все, даже CS. Пожалуйста, вот вам сайт, видишь, вообще любые игры. Если вы не найдете какую-то игру, это не значит, что они спидранят. Есть еще некоторые сайты, которые не так популярны, но тоже с лидербордами. Есть специализированные лидерборды, как, допустим, тот же самый Doom, Dark Souls, Hive Life, там есть специальные сайты с лидербордами, которые могут не выкладываться иногда на спидран.com, так что просто нужно поискать. спидруинеры, ну да, да. Это про меня. Ну и про меня частично тоже. Вот у меня есть пара игр, которых я прям по-любому возьму и поставлю первый рекорд, первое место, а остальные игры я так по фану. Ребята, у вас таких голоса осталось, сколько вы уже стримите? Я могу сказать, сколько я не сприл, я не сприл уже 25 часов. Стримлю я, я приходил на Даггер, нет, я приходил еще на Тетрис, который шел, когда он шел. Тетрис. Рекорд по Скайриму, если не ошибаюсь, что-то порядка 43-45 минут. Оставил парень с ником I Need a Doctor из Грузии. Как бы это странно не звучало, но там тоже есть спидранеры. Я приходил на конец Тетрис The Grandmaster Series Exhibition, там время было где-то пол первого. Вот я с половиной первого. Просидел весь Трайлс Фьюжн, арену пропустил, Даггерфолл пропустил, пришел на мой Равинт пол пятого, и вот до сих пор сижу с вами. И говорят, что в лидерборде по Хайфлайфу-1 удерживают наш соотечественник с ником Шар. Это вообще легендарная личность, его там практически везде знают. Да, Сиро Аллигатор, у него реально адский график, из-за чего он немножко приболел, он сейчас лежит, отдыхает, потому что он как никто другой прям сидит вообще, когда никто другой сидеть не хочет, и ужас, короче. А самый первый СГДК, он почти в соло-комменте, ребят. Такое тоже есть. Скорим на изи спидранился. Да, конечно, конечно. Нет смысла спидранить на легенде, потому что, потому что. Короче, ребята, смотрите, заходите такие, заходите такие в эту группу, подписывайтесь на нее, начинаете учить какую-нибудь игру там в обсуждении. есть. Где она? Черт, где же обсуждение? Будка там? Да, в Будке знакомств, я просто вышел из ВК уже, да, там в Будку знакомств заходите, пишите о себе, пишите свои ссылки, потом, не обязательно, что вы вот прямо сейчас не знаете несколько спидранов, можете написать, что вы только учитесь, главное, чтобы у нас был уже комьюнити. Да, и вас пригласят на канал Golden Split. Да, если у вас будут какие-то успехи, результаты, будет интересный рано, мы вас пригласим, и как это произошло со мной, я написал в Будку знакомств, вообще, как моя история попадания сюда, вообще, в эту стримерскую, я написал в Будку знакомств Golden Split, сказал, что ранее Doom 3, потом Fast Forward несколько месяцев в мае, нет, не в мае, как-то, в апреле, кажется, мне написал Кир Лим, предложил мне провести, так сказать, видеоурок в серии, по серии Научи меня, Сэмпай, подумал третьему, вот. Ну, ребятам понравилось, я был очень рад, и после того, как я решил свои проблемы с армией, я записался в комментаторы и меня взяли. И эту запись вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Да. Сохранена. Также там есть обучалка, научи мне сэмпай по Диосексу от White Light. Да, я тоже там был, не поверите. У нас вообще были прям много драйнеров. Спасибо. Спидрампа ФНАФ, ну давай-ка. Да, ну если вы хотите реально поржать. Five, Night, это, ха-ха. Мне вот вторая игра очень нравится уже. Сколько платформ, ммм, сколько годов, ммм. А нет, стоп. И вообще, в принципе, ребят, если вы знакомы со спидранами, если вы хотите попасть в стримерскую или как-то помочь Golden Split'у, у нас очень часто проходит набор комментаторов, модераторов и просто людей, которые могут что-то сделать для комьюнити. Следите за новостями в группе там. Все время, что происходит, ребят. что означает эта категория спидрана, это значит, что начинается новая игра, это врачение NG, то есть голый персонаж без прокачки, но OB это то, что не используется Out of Bounds, для выхождения за пределы карты. Да, различные гличи, с помощью которых вы уходите за пределы карты. Что такое OBACI? Скорее всего, уровень сложности, ребят, извините, но я этого точно не знаю. А, OBACI, это, наверное, какая-то техника, это же типа японская игра, да? Я вот не знаю, какое ударение OBACI или OBACI, скорее всего, OBACI, вот, там какая-то техника или какой-нибудь предмет, скорее всего. А по поводу того, что об игре ничего не сказали, ребята, извините, но мы уже не раз говорили, что нас должны были подменить, но так получилось, что Сириаллигатор заболел, и мы к рану не готовились, мы узнали, что мы комментируем прямо перед самым раном, так что извините, сорян, ребята, вот так получилось. Да, я знаю то, что игра не японская, но слово-то японская. Да, а, OBACI, переводится как монстр. Наверное, сложность какая-нибудь. Да, скорее всего, это сложность. Я просто не знал этого слова, я знал то, что монстры есть, а нет, демон, это они. Вот. Привет, когда и где можно будет вот спидран Fallout 4 глянуть? Каждые 48 часов у нас нарезаются стримы под каждую игру, а так вы можете зайти на наш канал с твича GoldenSplit и там посмотреть предыдущую запись. Да, все появляется довольно быстро. В течение двух дней появляются все записи. Пожалуйста. Либо можете просто зайти в прошлой трансляции и посмотреть запись уже готова. Нет. Уни-чан это брат, то есть он напишется вот так, а я имею в виду уни-уни с одной и значит демон. И я так предполагаю он уже подходит к концовке. Блин, я буду рад. Да. Я думал, сейчас только откомментирую по-быстренькому, пойду поем там, наверное, с голодной, злой, не выставшейся, это, блин, ужас. Не знаю, не знаю по этому поводу батя. Так, мои воспоминания с этой игрой, я очень ждал ее, она мне очень нравилась. Раннер Джека будет забанен, он же не уложился в эстимейт, ребят. И на самом деле это шутка. Как бы здесь не наказывают за то, что человек выстревает. Вот если раннер плох, ведет себя отвратительно, там, не вкладываются в эстимейт, и при этом, ну, как бы, довольно негативный человек, то его больше не приглашают. Так уже было, по-моему, на прошлом из ГДК, где человек во время рана матерился очень часто, ему заклеили рот в прямом эфире, и потом его просто прогнали. После рана его больше не было ни на каком мероприятии. до мирового рекорда уже ставили. Да, на стриме было четыре мировых рекорда. Это Mighty Switch Force, Spin2Cell Blacklist, потом Braith, и Дайна-Сити. И слава богу, он такой. Была игра Mark of the Ninja, которую я только что себе проспойлерил, потому что я не проходил. Ну, и ладно. Сейчас нам покажут несколько гличей, которые... Джек, ты имеешь ввиду, где закрыли рот, но это вроде Джека Декса был, да? Да, было, по-моему, Crash, если не ошибаюсь. Да, или Crash. Да, вроде Crash был. Редактор, Готово-вторых, глуххунтер, found something called dumpster diving, where you can get this thing to bounce around its position, but I found one recently that I don't know if anyone in the community has seen before, what I call boxcar racing. Так, я пойду отойду, может кого-нибудь разбужу. Ок, я только, вот видите, каков баг, вот называется ООБ, где вышел за границей экрана, где абсолютно без текстуре. Так, именно что пытается сделать, сейчас скорее всего какой-то будет ступер-пупер-свэк-вип-глич. Очень надеюсь. Скорее всего проклипится через невидимые стены, как я подозреваю. Дарксайдерс один, если с прошлого СГДК, то его не было по той причине, потому что Аллигатор, Сиро Аллигатор, комментировал практически весь марафон соло. И, скорее всего, он просто не выдержал досидеть до него. Скорее всего, поэтому и нет. Игра была, по-моему, была... По-моему, это был крэш какой-то на прошлом СГДК. Так, ну сейчас показывают еще один выход ООБ. Давай-давай. Не получается, но мы ему поверим, что должно было получиться. Он пытался залезть в ООБ, то есть за текстурой оттуда, вот, с помощью бага, вот, природки оружия, который позволял ему прыгать высоко-высоко-высоко. Ну и сейчас следующий ран у нас будет Криптовский Базонекоденсер. Это будет гонка. Вау, следующая игра за Витнес, ребята. Ничего себе, такого даже я не ждал. Но, на самом деле, все равно не удовлетворен. Но это хайп, потому что первый раз показывают за Витнес на большой сцене. Да-да, вот все правильно. Говорят, там были плохие шутки про самоубийство, и там, раннер вообще плохо сдавил. Такое нельзя делать. Нет, Батл Тотца не будет. Он был на прошлом АГДК. На прошлом АГДК The Mexican Runner пытался пройти турбо-туннель с закрытыми глазами, и вы просто посмотрите это. Вау. Стрим идет, блин, он идет в воскресенье, уже пятый день получается. Так? Криптовский шестой. Английский стрим на официальном канале GameZone Quick. Twitch.tv slash GameZone Quick. Портла тоже не будет. Ребята, все есть в расписании. Пожалуйста, не ленитесь. Смотрите. Да, и The Mexican Runner просто классный чувак. На его стримах всегда весело. Да, и Петр Двигада Кузельчук. Просто хороший чувак. И напоминаю, что после окончания этого марафона, через две недели, будет ЕСА, еще один марафон, European Speedrunners Assembly. Точно. Где будет, помимо того, что наш русский спидранер, комментатор, и вообще классный чувак, Тезура, будет спидранить Serious Sema за First and Counter, если не ошибаюсь, и UAMT. Помимо этого, там будет просто куча хайповых игр, ребята. Bioshock Infinite, Dark Souls 3, Eason Red будет еще раз. Там прям куча какая-то. Серьезно, куча. Я даже всех не упомнил. Могу сказать, там парочка интересных вещей. Опять же будет Skyrim, Prince of Persia, вообще шикарные спидраны. God Stimulator, ребята. God Stimulator. Total Overdose. Deus Ex, Invisible War, Human Revolution, Thief, Grand Theft Auto 3, Hitman, Bloodborne, Borderlands 2, Копп прохождение. Вау, ребята. Bioshock Oasis будет, который был у нас еще на прешоу, ранил великатес. К сожалению, это будет не великат. Уже на месте. Just Cause будет, ребята. Just Cause будет. Субтитры сделал DimaTorzok.